Есть ли здесь люди, которые пришли в качестве гостей и сказали, пойдем, там что-то будет, какая-то информация интересна, поднимите руку, чтобы я не знаю. Есть, 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 а есть такие, которые здесь, как-то сотрудничают, работают, их партнеры, есть, и какие-то еще есть, ну, сторонники, 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 сторонники. Ну, давайте тогда начнем. Времени уже много, поздно, нечего тут рассиживаться, по-быстрому поговорить, по-деловому, по-человечески, по-простому, без сауны, без всякого выпендрёга, просто. Я расскажу сейчас, меня зовут Олег Пермяков, я являюсь партнером компании, которая называется Forever Freedom International, FFI. И я расскажу, какие у нас есть продукты, чем мы занимаемся, сколько можно денег заработать и что надо для этого делать. Какие есть продукты, что они делают, очень коротко, максимум 40 минут. Что они делают, какая выгода для вас от этого делать. И сколько вы можете заработать себе денег на этом деле. И что для этого надо сделать, чтобы вам было понятно, понравится вам или нет, сможете вы или нет. Если да, начнем. Если нет, жизнь большая, подберете себе что-нибудь еще. Логично? Без всяких лишних слов. Итак, два слова тебе скажу, чтобы было понятно, кто я такой. Я больше 15 лет занимаюсь сетевым бизнесом. В прошлом я офицер. Я служил в военно-морском флоте, на севере, на атомных подводных лотках. Уволился, когда страна разделилась. И стал в Севастополе, на Украине пытаться подняться. Очень долгое время у меня ничего не получалось. Очень долгое время. Но я знал, что есть такой бизнес, который позволяет любому человеку, даже военному, подняться в свою жизнь. Меня задрала нищета. Вот долги довели до крайней степени истощения. Я дошел до такой степени, что я уже не знал, куда дальше делать, как дальше жить. Ночь не спишь, прединфарктное состояние, потому что каждый месяц нужно отнести в банк тысячу долларов, а это всего лишь процент. А тело строится. И как дальше жить, а времени уже мало, возраст боялся померить. А успех, деньги, то, о чем мечтал, все не приходит, и не приходит, и не приходит, и не приходит, и уже дети на тебя смотрят. И жена уже глазки опустила, и уже никто не верит. В общем, кошмар. Но я знал, что есть люди, которые в этом деле, в сетевом бизнесе поднимаются. Видел живых людей, которые зарабатывают. Я никак не мог понять, как это происходит, но однажды я что-то понял. И вдруг у меня прорвало. И вот после многих-многих лет вот такого финансового, полнейшего краба, вдруг пошли деньги. И я понял, что это работа. Много денег. Много. Просто много. И я понял, что эта индустрия поможет многим людям прорваться. Нищета, долги, вот этот кошмар кризисный. Это время сегодняшнее, когда каждый борется за выживание. И у меня есть потребность рассказать вам вот то, что я надыбал, что я нашел. Я все время искал бизнес, в котором был бы реальный, живой продукт, нужные людям. Чтобы им не надо было много говорить, доказывать, убеждать. Что вот помашь сюда, вот загляни туда, вот через полгода попробуешь, потом у тебя там вырастет что-то. Вот чтобы не надо этого было. Я уже наелся этого. Вот. Вот очевидно, чтобы было, понимаете. И чтобы он был нужен всем. Я искал, 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 молился, искал. И однажды мне подвонила женщина и говорит, Олег Григорьевич, вы знаете, она не знала, что я этим занимаюсь, ищу. Но когда ты долго о чем-то думаешь, ищешь, идешь, обязательно-то приходит. Она мне позвонила и говорит, Олег Григорьевич, что-то мне сказали, есть какой-то продукт, какие-то таблетки, если их бросить в бензин, то машина перестает в атмосферу гадить. Дыма нет никакого. Во-вторых, все, что не зальешь, все сгорит, машина не повредит. Мощность вроде как бы повышается. И можно, самое главное, экономить аж до 30% только. И вот такого быть не может. До свидания. Клад в трубку. Не положено. Ровно через неделю я ехал на машине, за границей дело было в Болгарии, из Бургаса в Варму, и заехал на заправку. Я заехал на заправку, а женщина молодая девушка, болгарская говорит, нет, чакай малка, меня моток. Нету света, подожди немножко. Я сел, пью кофе, никого нет, пусто, в зале в этом. И вдруг дверь открывается, и ты такой голый. Что такое, я не понял вообще, вот я тут стою, где, че, как. Как русский человек пришел. Она ему объясняет, мы сели, оказалось, что это Сергей, из Одессы, дальнобойщик, едет в Стамбул, тут все время ездит. Ну и разговаривали, сидели 15 минут, пока не было смысла, общались просто. А потом пошли заправляться, и он, свой большегрузный автомобиль, мам, здоровенный такой, у меня дизель, у него дизель, стоим рядом, он сыплет вот из этого тюбика в бак порошок на мои глаза. А потом заправляет туда дизель. Говорю, а что ты сыплешь? Вот я, говорю, 37 лет за рулем, никогда ничего в бак не добавляю. Говорю, ну это ура, не ты добавишь, тебе добавляют, и ты не знаешь, что. А я знаю, что это такое. Я на этом деле экономлю и защищаю свою топливную систему от того дерьма, которым заправляет меня мой хозяин. С каждой тонны я имею 200 литров на карман. Если хозяин узнает, убьют. Этот продукт экономит мне 20%. Я говорю, как это? И что с двери? Он, говорит, только лучше ездит. Я, говорит, этот маршрут знаю, как свои пять пальцев, каждую трещу знаю, знаю, на какой передаче куда поднимаюсь. Если я раньше ехал на первой, сейчас еду на второй, на третьей. Если бы я не знал, что я везу, у меня все время было бы ощущение, что у меня половина круза украли, потому что она пройдет как пустая. Это биокатализатор МПГ, сказал он мне. Он способствует лучшему горению топлива. Ты вот разберись. Он дал мне телефон, и через неделю я ехал из Варны в Севастополь и в Одессе. Я сидел с людьми, которые продали мне вот такую пылу. Вот такую. Она бывает в разной форме. Бывает вот такая, бывает вот такая. И эти ребята рассказали мне уже в детали. Они сказали, что это натуральный, на растительной основе продукт, который абсолютно безопасен для человека, для автомобиля. И является обработчиком камеры сгорания. Для дизеля и для бензинового двигателя. Никакого отношения к топливу не имеет. Это никакая-то химическая присадка, меняющая октановое число и так далее. Это катализатор. Он способствует тому, чтобы все топливо сгорать. Не 40, 50, 60 процентов, а 95, 98 процентов сгорает благодаря вот этому продукту. Он сделан на основе рапса. Его 30 лет используют в аэрокосмической промышленности США, чтобы обеспечить дальний, более далекий полет, не увеличивая объема бака. Чтобы топливо горело лучше. У нас вылетает 60-40 процентов из трубы в легкие детям и на асфальт. В виде всякой дряни и денег. А с этим продуктом все это мешает. Если ты будешь его использовать, ты будешь в шоколаде. Ты никогда не будешь бояться. Больше всего на свете я боялся и боюсь заехать на заправку. Я всегда спрашиваю, откуда топливо. И что говорят, никто не жалуется. И вот ты не знаешь после этого, заправляться тебе или нет. А сейчас я точно знаю с этим продуктом. Что бы я ни залил, все сгорит и ничего не будет. Я точно знаю, что с этим продуктом моя машина ведет себя совершенно по-другому. Но я расскажу дальше историю. Мне рассказали, как это надо сделать. Я поехал, купил шприц. Здесь 236 миллилитров. 10 миллилитров на 100 литров топлива. Пшик. В бак. В баке у меня 90 литров. Первая порция двойная, остальная вот так, как я сказал. На 1 миллилитр на 10 литров топлива. 90 литров, 18 литров шприцом отмелил. Вприснул, залил сверху в дизельное топливо и поехал. Еду километров через 10-15. Начинаю чувствовать, что моя машина другая. У меня BMW 3 литра турбодизель. Она едет. Но я знаю, когда я заправляю хороший топлив, когда плохой, чувствую машины. А здесь как будто отпустили машину. Вот за зад держали, взяли, отпустили. Вот чуть-чуть давнее же она прыгает. И двигатель работает мягко, как шепчет. Еду и думаю. Мне кажется, я себе навнушал. И еду радуюсь, как дурачок. Плацебо. Знаете эффект, да? Или это правда? И вдруг моя жена, которая ничего не соображает в машинах, говорит. Слушай, Олег, что-то машина идет как-то по-другому. И я понял, что это работа. На этом баке я проехал лишних 90-95 километров. Хотя мне говорили, что с первого бака экономии не бывает, как правило. Как правило, все чувствуют сразу увеличение мощности. Это первое, что тише работает двигатель. И нет дыма, труба глухая, нет жирного награда. Белая, сухая, чистая труба. Все это я увидел у себя. И я понял, что если это так, если на самом деле это правда, то это сумасшедший бизнес. Это сумасшедший, невиданный бизнес. Я винулся в интернет, а оказалось, что компания FFI с 2006 года работает на рынке. Более чем в 10 стран мира поставляет этот продукт. И на украинском рынке он уже существует почти 3 года. Я не слышал ничего. Я зашел на YouTube, набрал экономию топлива MPG. MPG это аббревиатура английского. Английский глухой. MPG. Миллинг оголом. То есть сколько километров ты проедешь на литр топлива. Показатель один. Спидон. Объем. Топливо и спидон. Больше ничего. И я увидел, там сотни, тысячи результатов. Там на YouTube сняты потроха топливной системы с обычным топливом и с нашим продуктом. Никакого налета, никакого нагара, никаких наслоений. Нет. Все такое чистенькое, желтенькое, действенное, работающее как часы. И сегодня я езжу, вот уже седьмой месяц на своей машине, я езжу с этим продуктом. У меня еще по-прежнему осталось сколько-то там толкового такого продукта на донышке. Вот так вот. 236 миллилитров хватит для обработки топлива примерно до, если разумно проходить, примерно до 2,5 тонн. Посчитайте, 2,5 тонны, это лучший результат. Такая бутылка для клиента стоит 60 долларов. Для партнера, для действующего сотрудника компании 30. Я за 30 долларов купил, и при 20-процентной экономии, а есть люди, у которых и 30, и 35, и до 45 даже процентов бывает экономия. Официальные цифры на сайте 7-14 процентов. Это официальные цифры, ниже которых не может быть ничего. Так при 20-процентной экономии, с 2,5 тонн получается 500 литров топлива. Если дизель стоит евро, то это 500 евро. За 30 баксов я взял, что это 500 евро с экономией. Не считать, что все переходят с 95-го и 98-го бельтина на 92-го. Потому что он идеально, он бездобавок, идеально подходит для этого продукта. А он дешевле. Плюс, всякие разные ремонтные вещи, связанные с тем, что летят двигатели. Рекомендую набрать на ютубе экономию топлива МПГ, зайти и увидеть. Увидеть все там внутри. Мнения специалистов дипломированные, которые показывают, объясняют, как это все происходит. Моя задача состоит в том, чтобы сказать, как это работает. Я на своем баке 90 литров никогда не мог доехать из Севастополя до Киева. 900 километров. 850, дальше уже просто опасно ехать, лампочка моргается на пределе. Вот сколько ни пытался, в каком бы режиме ни ехал. Сейчас мой лучший результат, весной у меня был результат, когда я не ездил с кондиционером, 1050 километров на том же самом баке. Вот все, точка. И специалисты, которые обслуживают мой автомобиль, говорят, что у тебя совершенно другая машина. Я знаю, что здесь в зале сидят люди, которые тоже пользуются этим продуктом. Поднимите руку, кто использует наш продукт. Встаньте, пожалуйста, я хочу вам задать вопрос. Быстро скажите, какие у вас результаты. Повернись и скажи. Всем добрый вечер, меня зовут Андрей Ющенко, я из города Чернигово. У меня автомобиль ВАЗ-2109, купленный с целью научиться ездить. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Машина старая, после применения продукта, первое, что я чувствовал, это увеличение мощности. Действительно появилась приемность. Машина дергалась постоянно, когда заправлялись на заправках. Это ушло. Сейчас экономия 1, была экономия 1 литр на 100 километров. То есть у меня пошла экономия 12%. После использования 5 месяцев экономия начала увеличиваться. Сейчас уже до 15%. Еще один момент. У меня есть девушка, дилер в городе Полтаве. У нее нет автомобиля, ни у нее, ни у мужа, что очень важно. Этот продукт у нее взял ее просто друг. И когда он ехал в Одессу, он проехал на 150 километров больше, чем проезжал раньше на том же количестве топлива. То есть сэкономил на одной поездке 200 долларов. Вот такие вот результаты. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Владислав Александр, из города Чернигово. Результатов хватает для того, чтобы убедиться, что продукт рабочий. Но самый весной результат я товарищу дал, так как сам машины не имею, дал попробовать этот продукт, чтобы очередной раз убедиться. Через неделю получил звонок, через несколько недель получил звонок, что человек на Таврии проехал по Чернигово на 20 литрах 400 километров. То есть расход 5 литров получается. Он говорит, для меня это рекорд. Добрый вечер, меня зовут Владимир, я из Киева. Мне Актион, турбодизель двухлитровый. Недавно мне друзья из Днепропетровска позвонили и рассказали о действии данного продукта. У меня шумность, это там мерседесовский двигатель стоит, шумность большая была. Когда сын садится в машину и говорит, что не слышно двигателя, и о экономии ничего сказать не могу, но машину на самом деле поперло вперед очень сильно. Спасибо, пожалуйста. Виктор Белобородько, я начал этот бизнес, я Олега Григорьевича уже знаю несколько лет. И я доверился просто, тоже набрал на ютубе, посмотрел как этот продукт работает, очень много положительных результатов и начал бизнес без машины. И буквально два месяца назад уже взял себе машину, Opel Omega 2.5 турбодизель. Специально брал дизельную, потому что экономия топлива. У меня раньше была Toyota, и она больше брала, она много, там литров 10 брала. 2.5 турбодизель, я специально проверял без продукта, проехал по трассе, у меня вышло 6.3 литра на 100 километров. И так, экономичная машина. После использования продукта, ну первое, мощность поднялась, потом шумность пропала, уменьшилась, скажем так. И вот уже второй бак у меня показывает, что расход где-то 5.5 литров. То есть это приблизительно 15-20 процентов. Это действительно так, и я очень доволен, и сейчас всем рекомендую это и спробую. Спасибо. Я? Да. Здравствуйте, меня зовут Василий Кукурудзо. У меня семерка, 2107. Обыкновенный уже пленок, русский, с инжектором. Значит, пользую я второй бак. Что получается? Я посмотрел и посчитал, получается, значит, если по экономии, это получается чуть больше нести процентов пока. Но суть не в этом, потому что оно дальше улучшится. Но мне нравится, как она тянет мой прицеп. Хорошо ей. Хорошо, пожалуйста, давай. Здравствуйте, меня зовут Олег, я Стопкильва, город Украинка. Заказывал продукт, подписал контракт с компанией и решил попробовать. Я так и думал, что с первого бака практически большой экономии не получится, потому что мы говорили с третьего и четвертого бака. Но попробовал, залил. У меня транспортер Т4, 2.5, турбодизель. И вы знаете, это действительно, как Олег Григорьевич говорит, что с первых практически километров, где-то 20-30, ты ощущаешь, как будто твоя машина лучше стала. Приемистости, педаль как-то, чуть-чуть нажимаешь, сразу она рвет, тише стала работать. С первого бака где-то процентов 5-7. Я использую уже где-то около трех баков, где-то 10-15 процентов. Я просто... Меня зовут Шнайдров Николай, я из города Бельницкого. В данный момент у меня нет автомобиля, но большое количество друзей, знакомых, которые ездят на автомобиле. И есть такие интересные результаты, я их назову только несколько. Первый результат, это у меня знакомый, у него свои грузовики, он сам за рулем. Постоянно ездит в Казахстан, это 21 день. Когда он использовал продукт, он приехал в глаза на выкате, потому что 1200 долларов осталось в руках, которые должны были сгореть. То есть он получил больше 20 процентов экономии, говорит, все, давай срочно мне продукт, потому что всем, кому он рассказывал, в кафе, на ночлеге, все хотят этот продукт. И машина, говорит, не узнать, она едет с грузом, ну, намного проще. И второй такой вот классный результат, у меня хороший друг, он живет в городе Ровно. У него Жигуль, дед ему отдал 32 года Жигулю. Впервые то, что он увидел, на утро автомобиль Жигуль завелся без подсоса. Ну, кто знает, что такое Жигуль, да, утром, то все прекрасно понимают. Он завелся, он не мог поверить, что происходит. Второй момент, мы специально с ним поездили, выездили где-то полбака до нуля, потом залили 10 литров, залили продукт. И я уехал в Киев, мне он прислал смс, что я ее храню. Говорит, впервые в жизни 10 литров бензина дали 150 километров по городу Ровно. Тем более, это город не очень Ровно. То есть Горки, говорит, четвертая передача, третья, четвертая. Машина тянет, он тем, когда начал показывать, рассказывает, а говорит с большими глазами, потому что такой это результат. Спасибо. Короче говоря, смысл такой. Единственное, что надо сделать, чтобы человек попробовал продукт. У меня есть один... Что вы хотите? Вопрос можно? Нет, потом. Времени у меня очень мало. Вопрос можно? Значит, один у меня есть приятель, такой Женя. Он таксует. У него старая какая-то поддолбанная митсубиси. Знаете, есть такие люди, которые все знают. Слыхали таких? Видите? Вот что ты ему не скажешь, он это слышал, он это знает, он его использует, читал, он это знает. Вот такой вот. Он все знает, вот он все знает. Я говорю, слышь, ты, друг, у меня такая тема. Вот мы стоим, две машины рядом. Я это знаю, это слышал. Короче, я его слушал, слушал. Он говорит, открывай, для кого-то. Он не хотел. Я открыл, я ему приснул. Я говорю, ехай. Вечер. Утром мне звонит, часов девять. Ты что мне налил? Я говорю, что такое? Веду в Симферополь пятерых. Еду как пустой. Где взять эту лабуду? Разговор закончен. Точка. Все понятно. Кому интересно, на сайт, в интернет, FFI. Экономия, MPG, любое слово. Google, Яндекс, YouTube. И вы все увидите. Много разных продуктов. Пять продуктов. Таблетки. Точно такой же эффект. Единственное, что таблетка требует растворения. Там бензин, она растворяется 30-40 минут, дизель чуть дольше. Этот продукт жидкий растворяется сразу, мгновенно. Мгновенно. И вот этот вот точно такой же порошок, он нужен для обработки больших объемов топлива. Это что? Это большие дизельные машины, это судовые дизеля, это же мгдородные локомотивы, это комбайны, это бутера. Это все большое. Послушайте меня. Весь мир на колесах. Миллионы, тысячи, миллионы долларов стоят на резиновых колесах на дорогах. Люди берегут свои машины. Самые богатые люди заинтересованы в том, чтобы экономить. И в конце концов, хватит гадить в окружающую среду. Когда человек приезжает на проверку на СИО, то контролеры, милиционеры, начинают, вот обратите внимание, куда туда поедут, он начинает трясти прибор, нюхать его, лизать, щелкать, потому что он не верит собственным глазам. Он кажется, что прибор сломался, потому что он показывает нулевые цифры. Ноль целых, там пять, пять тысячных процентов. Такой продукт. Есть машины, которые не реагируют на продукт. Есть такие машины. У меня мой спонсор, высшестоящий наставник, я с ним встречался, он пять лет работает в этой компании, сначала, он американец, живет в Лос-Анджелесе, он говорит, вот моя седьмая машина, Ламборджири, не реагирует на этот продукт, я ничего не чувствую. Что надо сделать для тех, кто хочет начать этот бизнес? Я расскажу, Коша, завтра в 11 часов, для тех, кто хочет с нами разбогатеть на этом деле, у нас есть железная система, которая позволяет построить бизнес. В 11 часов здесь будет для этих людей тренинг. Итак, для того, чтобы начать этот бизнес с компанией FFY, нужно иметь специальный стартер-кид. Стартер-кид, так называемый. Он стоит 30 американских долларов. Ты покупаешь этот стартер-кид в интернете, заходишь на сайт FFY.Business, наши люди расскажут, да? И за 30 долларов покупаешь себе место в системе, в свой собственный бэк-офис. Получаешь место в системе. Вот это. Весь две команды, левая и правая. Ты получаешь от компании электронный магазин для продажи этих продуктов сразу готово. И все у тебя там есть, и продукты стоят разнообразные. Кроме этих продуктов, есть еще целая серия разнообразных продуктов. Экологические чистые продукты для ухода за автомобилем. Или, например, там есть вообще сумасшедшие продукты. Просто сумасшедшие. Я начал знакомиться с этим продуктом. Есть такой продукт, Экошин называется. Я не хочу шаппликаться. Есть. Ну, неважно. Я сейчас не хочу отвлекаться. Но смысл такой, что на Ютубе, значит, смотрю, сумасшедший один. Подходит к машине там белого цвета, крутая, навороченная, тачка такая, да? И черной краской, знаете, которые они... Вшик-вшик-вшик, и капот... А ребята говорят, ты что сделал? Я не помню, потер, но не сделаю. Ты что сделал вообще? Шок такой. Эти макошины, раз, тряпочка, раз, и чисто, как будто нет ничего. Вот такие сумасшедшие продукты. По уходу с автомобилем, за домом, плюс косметика, плюс продукты для здоровья и так далее. Много. Сейчас исключительно у продуктов для нашей фишечной продукции по экономии топлива. Итак, за 30 долларов ты покупаешь бизнес в сфере топливных технологий. Нефть и бизнес. Обратите внимание. Что ты имеешь с этого? А, ты имеешь 25-процентную скидку на все товары личное использование. Такая бутылка, я уже говорил, для тебя будет стоить 30 долларов. На ней можно сэкономить до 500 литров топлива. Защитить двигатель и плюс сэкономить 500 литров топлива. Если это соляр, 10 гривен, да, грубо говоря, евро. Там, где я живу, почти полтора евро. Вот, посчитайте. За 30 долларов взял, как минимум 500 долларов сэкономил. Сэкономленные деньги – это заработок, это бизнес. Человек мне говорит, алё, я говорю, у меня три буксира в порту. Каждый месяц, не поверишь, 50 тысяч долларов на топливо. Бизнес такой. С этим продуктом минус 6-9 тысяч расходов на топливо. Это же бизнес. Кто бы хотел зарабатывать 6-9 тысяч долларов в месяц? Вот вам и бизнес. Второе. Розбук. Мы продаем этот продукт в розбук. Если бы у меня было бы времени, завтра на тренинге мы расскажем. Если бы было времени, я бы вам сейчас рассказал, как я видел, как люди, да и не видел. Я сам продаю продукты. На стекле наклейка экономия топлива 20%. Или я экономил 30% топлива. Телефон. Едешь, звонят. Слышь, а что это такое? Это бьёт от алюдатора МПГ, он делает вот это. Стоит столько. Надо? Надо подъедет, тормозить. Правильно ли? Даже иностранцы покупают. С ума сойти! Все заинтересованы. Розница. 30 долларов в бутылку этого продукта стоит. Мы продаем его за 60, если с учетом доставки. У нас доставка, ну киевлянам хорошо, у нас здесь склад в Киеве. Один на СНГ. Во все страны мира есть разная доставка. На территории бывшего Советского Союза доставка пока из Киева. И в Россию, и в Казахстан. Сейчас в России открывается склад. И в Молдову, и в Беларусь везде. По Киеву вам повезло. В Севастополь или в любую точку Украины заходят за 2-3 дня. Доставка курьерская на дом. Всем стоит 20, 25, 17, 18 долларов в зависимости от расстояния. Киевлянам, вам понимают. 30 долларов покупил, за 60 долларов попродал. 30 баксов заработал, 100% и подъем. Точка. Следующий. В. Компания говорит. Вот это, личное потребление, это самое главное. Чтобы ты сохранял окружающую среду, защищал свой двигатель, свой автомобиль. И экономил. Это самое важное. Чтобы все так ездили. Чтобы все так ездили. Чтобы эта культура была. Чтобы миллионы людей в Украине не отравляли окружающую среду. Компания называется коммерческая, экологическая компания. Миссия такая. Но главное, это привлечение новых дилеров. Новых людей, которые будут делать с компанией бизнес. Не важно, чем ты занимаешься. Не важно. Пенсионерный, школьный, сетевик с каких-то компанией. Или у тебя есть официальные какие-то магазины, какой-то бизнес и так далее. Не имеет абсолютно никакого значения. Это надо всем. Что происходит? Когда ты начинаешь использовать продукт, настолько тебя начинает колбасить и желание поделиться. Кто ведь понимает, что я говорю, когда ты в машину залил, она поехала и экономит тебе. И ты думаешь, елки-полы, да что же такое? Что же я раньше не знал? И ты начинаешь рассказывать. И твои же ребята говорят тебе, и что, и где взять? 30 долларов, и ты в бизнесе. Человек покупает у тебя бизнес и становится в твою группу. Он купил, у нас есть разные входы в бизнес. И нам выплачивают комиссионные. Давтра на тренинге я буду детали рассказывать. Сейчас просто осталось 15 минут. Я просто не хочу ваше внимание отвлекать. Просто правду рублю и все. И за привлечение в бизнес людей существуют разные вознаграждения. 25, 50 или 100 американских долларов. Вот ты привлек в бизнес человека, точно такого своего соседа по гаражу. Он начинает что делать? А, он начинает пользоваться продуктом. Он его покупает по оптовой цене и пользуется продуктом. Это что такое? Это товаробару. Он начинает продавать в розницу, видя, что ты это делаешь. Он что делает? Он покупает по оптовой цене, продает по розничной, он делает товаробару. За то, что он это делает, тебе положены деньги, потому что ты его привлек. Это твой филиал. Как он будет работать? Это не твое дело. У него своя жизнь, свои интересы. Где он живет, тебя тоже не интересует. Хоть в гонолуле ему все равно доставят продукт, компьютерно считает то, что он на складе взял. Тебе положено прибыль. 97% наших людей, 95-97% людей, заходят в бизнес так, что за каждого человека тебе положено комиссионное вознаграждение в размере 100 долларов. Вот этот человек зашел, 100 баксов тебе заплатили. Следующий, чего рассказал, у нас есть две команды, левая и правая. Но это простая схема, на тренинге завтра деталек расскажу. Я завтра на тренинге буду рассказывать. Вот завтра какой, 29-й? 29-й. Вот я буду рассказывать пошагово, что надо сделать, чтобы за первый месяц заработать 1000 баксов. В этом деле. Я в первый месяц заработал полторы тысячи. Я знаю заработать 1000, точно, 100%. Вот моя задача рассказать вам. Вот 29 сентября учил, 29 октября у тебя должна быть 1000 баксов. И тут все сделают то, что я сделаю. Простые совершенно вещи. В бэхо-физе вашем, который вы будете иметь в компании, есть такая стрелочка, которая переводит слева, вправо, влево, вправо и ставит людей. Следующий зашел человек, еще 100 долларов. Еще один включился, еще 100 долларов. Друзья, знакомые, никакой рекламы. Только свои, по блату, потому что здесь будут миллионы. И ваши люди должны стоять рядом с вами. Самые близкие, самые надежные. А дальше, дальше начинается самая фишка. Дальше начинается самый главный вид дохода. Он называется цикл. Цикл закрывается. Там существует у нас бальная система. Я не буду сейчас вам забивать голову. Смысл такой. Когда у вас в вашей группе появляется 3 человека, справа 2, слева 1, или наоборот, слева 2, справа 1, главное 3, вам выплачивают 50 долларов. За этот товарооборот. Вот в данном случае, вы пригласили троих, они включились в бизнес, вам поплатили комиссионные, как это происходит завтра. И у вас закрылся цикл 50 долларов. Вот за эту работу вы получили 350 долларов. Что это такое? Вы используете прозрук в свою машину или друзьям? Да. Товарооборот делаете? Да. Вы продаете в рот, зарабатываете деньги. За 30 взял, за всяк продал. 30 долларов, 240 гривен. Поговорил 5 минут с человеком и все. У меня возле дома стоит машина, на ней написаны слова, реклама. Я выхожу с собаку гулять, люди уже ждут. А это ваша машина, молодой человек? Я говорю, да, я, молодой человек, моя машина. Что такое? А как это вы, что это вы, расскажите, как это вы экономите 50%? Слышал про беокатализацию? Нет. 2 минуты рассказываю. Стоит 60 долларов. А где взять? У меня. Прямо сейчас хотите? Да. Кровая в багажник? Достаем. Точка. Итак, все эти люди вместе с вами лично подписаны. употребляют, делают розницу и приглашают новых людей. Поскольку они в вашей группе, компания считает проценты, считает движение по складу продуктов и вам начисляет деньги. Не важно, где вы находитесь или где не находитесь. Вот этот человек пригласил своего друга, вы его не знаете. Этот пригласил своего, а этот своего. Сколько у вас образовалось в группе людей? Снова. Снова 3. Один слева, два справа. Вам положено опять 50 долларов. Теперь эти начинают приводить. Еще пенсия. Чем больше людей, тем чаще 3 человека в команде. Слева, справа. Они что делают? Они все потребляют продукт, товарооборот, продают розницу, товарооборот и набирают новых людей, новую товарооборотку. Кто организовал этот процесс? Кто организатор этих филиалов? Вы. Все. Высшестоящий человек, который вас пригласил, стоит. У него тоже левая команда и правая. Ему в левую команду он ставит сюда, а в правую надо ставить, он ставит под вас. Человек зашел, вы опять получаете баллы, а значит деньги. Итак, я хочу, чтобы вы поняли мясо. Ты, включая себя в бизнес, ты стал дилером компании FF. Продукт убойный, только попробуй. Объяснять ничего не надо. Секунду спрашиваю. Интересует экономия топлива? Да или нет? Нет, до свидания. Интересует экономия топлива? Да, конечно. Слышал про биокатализатор МПГ? Нет. Да ты че? Вот тебе визитка, зайди туда. Куда зайди? Сейчас расскажу. Получается, что вы общими усилиями строите бизнес. Ваши личные усилия, усилия ваших людей, которых вы пригласили, усилия их людей, в общем создает товарооборот, с которым вам платят проценты в виде цикла. Но ограничение 25 тысяч американских долларов в неделю. Деньги начисляются ежесекундно, выплата раз в неделю. Не более 25 тысяч долларов. 500 циклов в неделю. Сожалеем, как говорят болгары, но поделать ничего не возможно. Это значит, что 100 тысяч долларов в месяц. Ну, хорошие цифры. Тем более, что существует еще один вид того, который называется бонус. Бонусы выплачивают, я завтра буду говорить, в размере 20% с доходов ваших людей. С первого, второго и третьего уровня. Вот вы пригласили, чтобы они не заработали. Они научились зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Значит, 20% вам. Хочешь, не хочешь, придется получать. Я вам скажу откровенно. 16-й год я занимаюсь бизнесом. Я знаю, что абсолютное большинство людей никакие не продавцы. И у большинства ничего не происходит. Они боятся своих знакомых, что-то предлагать им, естественно. Я это знаю. Я прошел большой жизненный опыт здесь. Я работал все время над тем, чтобы сделать так, чтобы любой мог. Вот любой мог. Вот чтобы любой мог. И мы создали систему. Эта система называется «Правтили». Вот с этим понятно? Я могу стереть. Осталось у меня 7 минут. Мы создали систему, которая называется «Правтили». Каждый паркер, который приходит к нам работать, помимо того, что он получает от компании, бизнес-места и так далее, получает от нас за 10 долларов инструмент, который называется «Сайт», вот вот имя ваше, «Прав.тв». У меня, например, называется «3w.клиент.прав.тв». У меня есть визиты, у меня есть такой сайт, я всем даю эту ссылку. Вся работа состоит в том, чтобы отправить все это на сайт. То есть, правда, деньги нужны? Да, люди? Нет. Я не знаю, до свидания. Деньги нужны? Конечно. Вот писать «Зайди». Я в прошлом месяце заработал в возле 2 долларов. Я в месяце с 1 апреля 2011 года. За прошлый месяц мой чек 8 тысяч долларов американцев. Первый месяц – полтора, три, четыре с половиной, пять, шесть с половиной, восемь. Кто-нибудь так хочет, интересует? Что я делал? У меня есть сайт. Вот это я. Как и любой партнер. Любой! Любой! У меня есть знакомые, друзья, знакомые, знакомые, знакомые. Я живу в Болгарии, в Армии. И у меня контактов с русскими живых практически нет. Я общаюсь через интернет. В скайпе, по телефону, в основном в скайпе. Я звоню в скайпе человеку и говорю, слушай, я тут такую тему нарыл. У тебя же машина есть? Он говорит, да. Есть возможность экономить 20-30% топлива и еще и заработать. Интересует он? Говорит, ну конечно, лови ссылку. Клиент прав, точка. И пошел. Вот на первых парах я вот так попросил. Что происходит с человеком, который заходит на этот сайт? Он заходит и видит видео. У кого-нибудь есть высотный сайт? Вы же руку поднимите, у кого сайт сидит? А кто когда-нибудь видел какой-нибудь сайт? Я вас хочу обратно. У нас сайт совсем другой. Когда заходишь на какой-нибудь сайт, где тебе рассказывают о чем-то, то сразу первое ощущение, ну его нафиг, все это читать. Вы согласны? Потому что там и это, и то, и это, и здесь, и сюда, и реклама, и там дергается, и еще машет, не забудь это, и туда зайдем. Согласны или нет? Да. И думаешь, что ладно, потом, в следующий раз. И мимо цель. К нам нет. Я дал человеку ссылку, я его спрашиваю в скайпе, тебя интересует бизнес, да или нет? Он говорит, да. Зайди сюда, клиент прав, точка. У каждого свой. У кого, как сказать? У тебя, Андрей, какой? Экономия, точка. Экономия, а у тебя? Раутатор, точка. Провокатор, точка, права. Ты всегда точка прав. Всегда точка прав, народ прав. У меня есть парень. Перед прав. Как? Вперед. Вперед прав. Ну вот. А у меня есть парень, у него, значит, бульдовер прав. Бульдовер, да. Но теща, я не знаю, как она, не знаю. Короче говоря, заходит человек на сайт и видит, ничего не видит, кроме большого телевизора. Экран телевизора, и в телевизоре человек возле машины стоит, возле BMW X5. Нажимаешь. Куда? Нету ни одного слова. Кнопка, нажать. Нажимаешь, и человек говорит историю свою. Просто, без всяких, выпендрешь. Он говорит, не представлял, 37 лет за рулем. Короче, вот история, то, что я вам сказал, 5 минут. Интересно. Если интересно, жми на кнопку, которая называется «Далее». Жми. Класс на кнопку. Больше некуда идти. Класс на кнопку. 7 минут презентация слайдов. Почему топливо растет и будет расти. Сегодня Майл.ру открыл утром. Цены на топливо в Украине в ближайшие дни. Снова что? Человек. Как классно, думаю, я. В Европе без них так не идет. Потому что у них, во-первых, не так остро стоит вопрос с кризисом, с ценами на топливо. И, во-вторых, потому что у них не боятся. Они не боятся, что они загубят двигатель. А у нас, слава богу, ребята есть, которые надо разведуть. Поэтому надо защищать катализатор свой. Согласны или нет? Итак, человек зашел на видео, посмотрел короткую презентацию, все 5 минут, 7 минут. А дальше он говорит, ну а деньги здесь. Хочешь узнать? Он говорит, хочу. Зарегистрируйся на специальное такое мероприятие, тест-драйд. 30-40 минут оно идет в интернете. Никуда не надо ходить. Клик. Зарегистрировался тебе на почту, пришло письмо, там ссылка. В нужное время клик, и ты приходишь, и опять у тебя в экране открывается телевизор, и там ваш покорный слуга или кто-то из других наших спикеров рассказывает об этом бизнесе. А в чате сидит 400 с лишним человек из 35 страны. И когда надо, они рассказывают свою историю, и ты читаешь так. Ниссан Альберрата-та-та-та-та-та-та. Заработал стоит. И думаешь, ё-моё, а сколько стоит бизнес начать? 30 баксов. А кто первый, тот и перейдет. А дальше тренинг. Завтра в 11 часов здесь тренинг. Для кого? Для тех, кто будет старт-терпин. Старт-терпин. Мы начали 1 апреля 2011 года. За это время вместе со своими друзьями из 35 стран мира, незаметно для себя, за эти 6 месяцев, у меня вызвалась группа дилеров в размере 3600 с лишним человеком. На сегодняшний день 35 стран. Это даёт товарооборот, который просто ошеломляет. Просто ошеломляет. Я буду уверять, с вами, обращаясь к гостям, или без. Мы просто взорвём этот рынок. Все украинцы, разумные, с мозгами, будут ездить, экономя топливо и защищая окружающую среду. Вы согласны со мной, что это хорошее дело? Да. Теперь что надо сделать, для того, чтобы начать? Человек, который вас пригласил, он даст вам ссылку, как зайти назад и зарегистрироваться, и поможет зарегистрироваться. Завтра тот, кто первый, вот так, вот это вот так получилось, вот там есть надо мной люди, но мы работаем вот своей командой, у нас своя система. И нас вот сейчас 3600 человек. Я вас хочу сказать, что это только начало. Вот я поехал специально по городам. Я приехал в Хрем, Севастополь. Сейчас приехал в Днепропетровск. И сегодня, вчера приехал сюда, в Киев, для того, чтобы просто рассказать людям вживую, извести их в интернет, чтобы они сидели в интернете, зарабатывали где-то. Раз в неделю в Киеве будет мероприятие, в больших залах, где будут рассказывать о том. Запоминайте, что я сейчас говорю. На большую сцену будут выходить сотни людей и рассказывают. Я в этом бизнесе три месяца, заработал тысячу долларов, мне нравится, я пенсионер, мне 94 года, я еду на Паджеро в спорт. Если вы будете с нами, вы будете там. Вот сейчас первый человек, который становится в этот бизнес, он может оказаться со своей командой, точно так же, вот здесь, внутри нашей команды, а люди, которые вот здесь стоят, они будут помогать ему строить этот бизнес. А те, которые сидят здесь, которые зарегистрируются позже, как раз и будут. Тот, кто первый, станут в руки успеха. Вы оказались на пороге грандиозных событий, исторических. Я закончу. Итак, человек, который вас пригласил, даст вам ссылку. По этой ссылке надо зайти, зарегистрироваться как можно быстрее. Оплата бизнес-места картой, виза или мастер-карт, обычная процедура в интернете. Вы заходите, регистрируете, покупаете себе бизнес-места, и у вас начинается сумасшедший бизнес. Завтра, в 11 часов, только для тех, у кого стартер, мы проверим, у кого есть, пусть, у кого нет, доведите. Я желаю вам удачи, до свидания, спасибо за выключение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!